За шестилетний период своего существования творческая группа «Лунный кот» организовала и провела более 15 художественных выставок. В группу «Лунный кот» входят очень разноплановые художники в разном направлении. И всем художникам, и опытным, и молодым, и не очень молодым, предоставляется возможность показать свое творчество. Состав этого объединения разнообразен. Это и маститые профессионалы, члены Союзов художников России, мастера традиционной реалистичной живописи и молодые художники, которые еще ищут свой стиль и манеру письма. Они живут в разных городах нашей области. Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новочеркасске, Матвеево-Кургане. Объединяет их оптимистическое восприятие жизни, любовь к красоте и умению передавать свою положительную энергетику зрителю. Так три полотна Василия Жеребила создали своеобразный трептих трех граций. Я выставил три образа своих произведений. Один из образов – портрет моей супруги и образы звезд Голливуда, я бы сказал бы так. На выставке представлены 93 работы, 32 художников. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Я работаю в такой детской жизнерадостной манере, которая близка детям. И она, собственно, и мне близка, потому что по характеру такой веселый человек. И в то же время работаю в традиционных техниках. Это когда бывает, я езжу на пленэры тоже с группами художников. И все-таки нужен какой-то реалистический взгляд на вещи. Все-таки натура тоже учат. Чтобы вот так, как казалось бы, примитивно рисовать, надо понимать и форму, и поучиться и на природе порисовать. Ну и складываются такие работы и в такой манере, и в такой. Яркая, насыщенная выставка творческого объединения «Лунный кот» дарит эстетическое наслаждение, радость познания красоты в разных гранях повседневной жизни. Она вдохновляет чистыми красками и прекрасными образами. Мне больше всего понравилось то, что здесь собрались художники из разных городов. Их картины нарисованы разными стилями, разными красками, на разных материалах. Выставка «Юбилейный год» будет работать для посетителей до 31 июня. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Алексей Покатило, Азов.Инфо.